Отопительный сезон, как всегда, не за горами. И хотя до него еще далековато, встречать холода нужно в пику коммунальным службам. Помните, как в том старом анекдоте? В декабре зима, как всегда, настала неожиданно. Так вот, будьте готовы! И сегодня вооружимся лайфхаками и советами по поводу отопления, которые для многих станут еще и ликбезом. Многие из нас еще живут в квартирах, где радиаторы не современные алюминиевые или биметаллические, а старые надежные советские чугунные, помнящие еще славные времена хрущевской оттепели. Так вот, этот совет специально для вас. Ведь нет сомнения, что предыдущие владельцы помещения, а может быть и вы сами, регулярно освежали вашу батарею новым слоем термостойкой эмали. И сегодня большое количество накопившихся слоев краски друг поверх друга очень сильно, поверьте мне, мешают правильной теплоотдаче. Что с этим делать? Удалить накопившиеся слои с помощью насадки кор-щетки на болгарку или дрель, или же с помощью смывки для краски, заново прогрунтовать батарею и покрасить первым девственно чистым слоем. Следующий совет направлен на повышение энергоэффективности вашего радиатора. На поверхности стены за ним нужно создать подобие отражающего экрана при помощи фольгированного покрытия. Такое решение предотвратит ненужное нагревание стены и наоборот отразит тепло внутрь комнаты. Следующий совет – утеплите окна. Балконные двери и двери входные. Даже если у вас современные пластиковые окна, энергопотеря в щелях весьма ощутимая. Помню, в детстве вместе с родителями мы забивали в стыки вату, сегодня же для этого есть монтажная пена. Проверьте качество уплотнителя и при необходимости замените его, а также подтяните фиксаторы. И последний на сегодня совет – раскладывайте ковры на холодное время года. Во-первых, ходить будет не так прохладно, а во-вторых, это предотвратит теплопотерю в пол. Зачем греть соседей? Утепляйте самих себя, а также подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok